Решили сегодня пойти посмотреть, как тут котята живут. Мир дома сему. Ой, высыхали, высыхали, ой, ой, как они тут, а. Да, ласки мои, сейчас, 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 где они, вот они, свет там включили везде, ну-ка, наебузка пришла, это мамка их, вон какие выросли, сейчас мы что-то делать будем, а, смотреть на них, чтобы они только на птичку не заскочили. Ну-ка идите ко мне, я привез гостейщика вам, а, на, сейчас, 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 подожди. Ты поставил землю, и она стоит. Это гальяна вот какого дают, на, рыжий, рыжий. Вот они, по одному гальяшку. А теперь гальянщик тебе, на, держи. Да вот, на, держи, держи. Держи, вот. Ешь. Эх ты, закормила тебя бабка. Давай, ешь. Что-то подавилось на маленькие. Вот она, держи, держи. Это вот она, белая, но у ней хвостик серый от какого-то достался. А этот рыжий, этот кот, а это кошка. Смотрите, какие уже большие стали. Они по шторкам лазят везде. Вот, посмотри, на, как жалуются. Покажи, что они сделали тебе не так. Да, вот иди сюда. Покажи, покажи, иди, посмотри. Вот здесь вот лазает, да? Туда заскочет, вот сюда вот заскакивает, сюда заскакивает. Я вообще не могу от них уже ничего. Ужас какой-то, что творится. Что такое? Я говорю, даже не могу от них, что творится. Мыши вот сюда вот заскакивает, сюда и здесь бегают. Потом сюда. Я уже здесь заскакивает. Как ты можешь закрыть это? Ну, так. Ну, закрывай. Закрывай. Все, уже уже не отпало. Второе. Ну, я закрыла. Все, еще нету. Сюда заскакивает. Еще что делали так? По шторкам, по шторкам бегают. Вылезут, носятся. Ну, под шторку еще. Там то же самое. А я что делаю, если они по ней заскакивают? Так, один вопрос. Когда ты приехала и мыши. Мыши у тебя ходят только по пол или могут за шторку везти? Вон они откуда прыгали. Прямо с этой. Я не про это говорю. Мыши везде ходят без разрешения. Знаешь что? Мышей у меня здесь не бывает даже. Вот на столах не бывает мышей. Даже меня нет. Потому что я креолин этот положу вот так вот около стенок и там. Они не заходят. Вон оттуда упали и сюда уже не проходят. Для кошки. Кошки нигде преграды нету. Они играют. Они не ищут мышей. Вон туда по столику. Все оттуда сбросили. Ты так не рассуждай. Что дальше могут быть где-то кошки. Это мыши. И кошка имеет везде доступ. Решина идет вот о чем. Смотри. Да не отходит. Я нашел на полу тебя. Это не нужно. Это не вон играли. Я в ведро выброшу. Они из ведер вытаскивают. Мусор весь. И пополу гоняют. Вот там он тоже все. Мне вот вербочки всего. Она лишнее убирает. Надо в духе поклоняться то. Тогда тебя не будет этого. Обложились атрибутами то. А то они их сбрасывают у нас. На окошко вас поселить. Слез-то вкус бросят и играют ей. Там тоже самое играют. Все разбрасывают. Ужас какой. Ты говорила так. Давай начнем с того. Слушай. Они нас к порядку приучают. Да? К порядку. Ты говорила оставь мне двух котят. Говорила? Ой. Вопрос говорила? Ну говорила. Все-все-все. Когда маленькие были они хорошенькие. Они нигде не поднимались. Ну понятно. Забавно было что они играли. А теперь подросли. Везде лазают. Все. Понятно. Тут да заскали. Маленький. Вот чтобы он засох на этом и не вырастал. Говорит. Такой внучек был хороший. А сейчас приходит. Меня душит. И во время говорит. Пенсии моей. Ну не будут. Ну это здесь гликерия игрушки. Вот вчера даже смотри. Игрушки. Вчера я принес когда. Так она на коленях. Она к ним подмышку залезла в руках и сидит. Надо относиться к ним и так. А я по-хорошему с ними отношусь. Я их глажу. Все хорошо. Все хорошо. Но не будет же все время ими заниматься. Вот я с одним еду. А у него аллергия якобы. На кошек аллергия. Ну ладно. Я говорю. Мне кошек то надо в деревне. Он до того не доволен. Однажды двери открыты на улицу. Молимся. И какая то с улицы зашла кошка. Другой так сорвался. Кошку выгонять. А там мыши ходят. Продукты грызут. Зачем ты? А у него аллергия. Ну у него то аллергия. Ты то зачем бросился то? Дверь открыта. Кошка зашла до нее 20 метров. И вот приехал. Всю машину загадили. Тут дышать нечем. Я говорю. Ладно. Давай я заберу. Я вытащил. Принес. Я сейчас уберу. Где она загадила. Он полез под сиденье. Нигде нет. Даже волосинки нет. Лутышка загадила. Ну и запах какой. Ну какой запах. Какой же запах. От кошки то. Ехать всего только два с половиной часа. А то человек себя на это настроит уже. Настроит. Настроили на себя. Никоньяне. Никоньяне. Пестков переехал. К Карпу Осипову еще. Лыкову. И говорит он разговаривает о Никоне. А Петре как будто они за стенкой живут. Война была. Ерманец пошел опять. Он не знал что вторая отечественная война. Петру проклятие. Это он с немцами икшался. Гитлер пошел потому что Петр икшался с ними. Да Гитлер не поэтому пошел. Причины даже совсем нет. Так и здесь. Кошка виновата. Мыши ходят везде. Везде. Ты вспомни как ты пальтишко еще там повесила. Семечки не вытащила из кармана. А приехали когда одна труха от кармана. Я в сарае положил палатки мне специально сделали. Огромные палатки. Резино технический завод сделал. Палатки закрывать там пшеницу от дождя. А ей надо идти вот так. Мы крыса там. И она не стала обходить. А через нее через всю прогрызла дыру и прошла. И теперь заклеивай где. А у меня кофты какие. Прям все рукава. Здесь все хорошие красивые кофты. Это в Потеряевке они там изгрызли. Они здесь у тебя всю душа стоят. Вот так. И никакой отравы не ложить. Ну там я фриорином уже толкнула. Уже не идут они. Посмотри как вылезает. Посмотри. Потихоньку. Скорее. Далеко не подходи чтобы не вспомнить. Вот так. Это она сосет ее все еще. А сама мурлычет. Так. И меня тоже. И второго надо. Буска оказалась хорошей матерью. Видишь. Оп упал. Он с сестренкой поиграть. Она ли учит их. Меня спрашивают в интернете. Говорят где Буска то ваша. И у нее же Васильевна живет. Раз мыши лазят везде без преграды. Кошка должна приучиться с детства лазить везде. А они так что в городе там она лежит и крысы ее сосут. И считают это хорошо. А вот эти вчера принес. Они там за окном у меня кормушка воробьям. Да как они сразу на окно туда. Котя. 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 Ну рыжий. Хороший рыжий. Да вот он какой. Ты машешь. А ничего дать ему не можешь. Ты чем-то приказывай. А хитрые такие. Такие хитрые. Говорят ну давай им что-нибудь только. Вот этот такой обжористый. Он у всех все отбирает. Один считает. Да он. Мужик. И у тех отбирает. Он там есть она. Ох и хитрущий такой. Реза. Реза. Еще раз. Ну-ка идите сюда. Смотри. Вот они около меня. Я с подарками прихожу. Ой какой хорошенький. Ну конечно. А они знают что я ему дам. Держи. 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 Я им рыбу дала. Мне вот сколько съели. Все. Сегодня купим. На. Дай. Держи. 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 Хорошо. Хорошо. У меня едят. Держи. Вот так их привещаешь. Вот они трое. У меня всегда в кармане рыба с собой. Я вот дорогой иду. На остановке стою. Пока это. Автобуса нету. У меня семечки для жуланов. Я отдаю. Люди все смотрят. Подошло. А там голубей много. У меня семечки в кармане. Я им бросил. Вокруг меня снимали. Видела. У вас никогда ничего этого нету. Ни для кого подарков нету. Он видишь что. Играет со мной. Видишь как. Вот он такой. Вот он такой. А кофточка такая хорошая была. Жалобу напишешь. Отпираешь всех. А? Мне когда операцию сделали на позвоночнике. Мне нельзя было сидеть. Можно было только стоять и лежать. Поэтому ванну сделали там на столе. А прокинули. И так давали мне есть. Ну и наши узнали. Я не знаю как. Кто-то приехал или что. Я приезжаю в поезд. А поезд ночью приходит. Почти в час ночи. В лагере детей сколько было. Тогда много ребятишек было. Никто не пошел спать. Они все стояли. Ждали когда я приеду. Встречали. Это дети. Меня поднимают с этой. А я лежал только. Они прислали на вокзал телегу. На разъезд. С стеном наложили. На телегу меня. И как. Ну позвоночник. Разрезано там все. Я быстро выписался. И дети. Мне говорят. Дети выше. Они встречают. Приветствуют. Это ребенок. Он даже строгость какая. Вот меня спрашивают. Ну когда. В рот то сунули это. Ну анестезию делать то там. Что они там загоняют человека. Что я смотрел. Что я видел когда было. Я. Конечно. Раз в начале закачивать я отключился. А когда пришел в себя. Первое что я увидел в врачей. Профессор этот. Тогда он кажется был еще. Ну кто он там. Я не знаю. Кандидат медицинский. Или кто. Долженко. Долженко. Кажется Дмитрий Андреевич. Вот. И кто врач сделал второй. И меня щипит за ногу. Чувствует или нет нога. Потому что это же нервы. Тем более у меня оказалось позвоночник. Не два. Там канала идет. А один канал. Так. Нервы. Притянули вместе. Ну это устройство такое. Необычное. И. Могли порезать. Я говорю. Чувствую. Интересно. Только начал приходить в себя. Гляжу каких то людей. Много реанимации. Губернатор края. Кому не Суриков Александр Александрович. Люди какие то. И подошли ко мне. Я думаю может во сне я вижу. Нет. Оказывается они пришли не ко мне. Они просто пришли. В немецкой делегации. И просто так попали. Как раз когда я был там. Вот интересно как все. Одно к одному. А я уже говорил о Боге. Первое что я когда очнулся от наркоза. Подумал. Говорят память замораживает. И не возвращается. Ну не вся. Я стал наизусть читать. Евангелие от Иоанна. Там третью главу. Псалмы стал считать. Все считается. Никакого нет. Виктор Андреевич тут сразу пришел. Слышишь как прыгает. Она закрыла это. Я говорю ты закрой. Они ободрали это. Такие. Все видать хочешь. Как Господь это делает. Все. Сейчас мы идем. И вот. Я встал когда. После этого. И говорю что я видел. Видел как. Лагерь. Солнечный день. Дети сидят на скамейке. И какие-то белые. Белые юноши. Все светится. Подходят и детям что-то говорят. Сейчас и считают они где-то. Вот это я видел. В наркозе я видел. Боюсь даже сказать что я видел. Богу слава. Вот она сидит. Она очень ласковая. Вчера в руках ко мне залезла. Я вот так посадил на колени. Это она. Дальше и дальше и заснула сразу. Туда нельзя приносить. Принес они. Попрятались друг от друга. Пойдем. Так Надежда Васильевна запирает двери. Быстрым темпом. Володе уезжать на работу надо. Вот показали. Показали в церкви у нас. Три церкви у нас кошки. Здесь три. И у тебя три. Девять кошек у нас еще. А от мыши отбиваемся. Всё. Продолжение следует...